Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В рисунках её лагерного цикла иронии и сарказма кажется больше, чем сочувствие. А к рисунку и кай и приспосабливалась. Он научился разбираться в людях, вероятнее всего, и он её решил предостеречь. Ефросинья Антоновна, а вы были влюблены? Она говорит, мне это чувство незнакомо. Очень много народу просто умирали, их закапывали. Как это получилось, что я двумя пальцами, как пинцетом, неслышно выхватила этот пистолет? И по сегодняшний день для меня загадка. А она лагерь победила. Она Сталина победила. Привет, друзья! Мы в Сибири, в Томской области. Почти ровно 80 лет назад сюда, на берег Великой Русской реки Аби, выходит короткостриженная, оборванная, голодная женщина. Ей грозит смертельная опасность, потому что она сбежала из заключения, куда попала безо всякой вины. Сбежала, чтобы избавиться от унижений и попасть на фронт. Её зовут Ефросинья Кирсновская. Если бы кто-нибудь увидел её в тот момент отчаяния на берегу Аби, едва ли бы он поверил, что перед ним человек, которому суждено бросить вызов одной из самых бесчеловечных систем, созданных в нашей стране – сталинскому ГУЛАГу. И, кажется, победить. Потому что Кирсновская не просто выживет и не просто оставит мемуары. Она оставит нам огромный альбом, огромный архив рисунков, который вместе с текстом образует то, что точнее всего определить как «гулаговский комикс». Да, это слово странно звучит применительно к обстоятельствам и эпохе, но если искать жанровое определение, то, конечно, комикс – это самое близкое, потому что кроме жути здесь много и ироничного, и саркастичного, и даже прямо смешного. За последнее десятилетие этот альбом и этот текст издавался несколько раз, но до сих пор в нашей стране про Кирсновскую знают в основном специалисты и люди, интересующиеся историей сталинского периода. Если честно, я сам до последнего времени про Кирсновскую не знал. Но когда узнал и когда увидел эти альбомы, я очень захотел вам про это рассказать. Потому что это совершенно удивительная история. Она одновременно и жуткая, и остросюжетная, и, вы не поверите, оптимистичная. История Ефросиньи Кирсновской. Бежит Кирсновская из отдалённого сибирского спецпоселения. Шесть месяцев проведёт она в тайге и болотах, пройдя за это время полторы тысячи километров. Ночует, где придётся, и ест, что придётся. Если кто-нибудь желает знать, чего не может съесть голодный человек, то могу сказать. Я не могла съесть клюв найденного дохлого селезня, когти и махалые перья. Кости я раздробила, изгрызла и съела. Осколки ранили мне рот, я глотала их вместе со своей собственной кровью. У неё есть описание, где она уже приближается вот к этой границе смерти. И она как бы ухватывает. Я дала смерти по челюсти и ушла. Даже она так говорит. Смерть рабства и смерть на воле. В жеребий брошен, я иду. Даже географию вспомнила, куда идти. На запад по Рослом Ре. У неё есть план, куда она бежит? Да, у неё есть план. Она хочет пересечь ОТ и прийти к польскому консулу. Ни компаса, ни карты у Керсеновской нет. И потому маршрут её путан и извилист. Из Суйги, примерно 300 километров к северу от Томска, в Наргу, оттуда в Парабель, в Кёнгу, дальше на юг к Новосибирску, ещё на юг к деревне Рубцовка, сейчас Рубцовск Алтайского края, и обратно в Томскую область. Конечно, на пути к Керсеновской встречается много деревень. И уже в первой, в Нарге, она пытается попроситься к кому-нибудь в дом на ночлег. Никто её не пускает. Восемь исп в деревне, восемь ворот, восемь псов и восемь бессердечных людей. Но разве это люди? Разве люди способны прогнать от своего порога измученного странника? Прогнать в морозную ночь? Она себе говорит, сибирское гостеприимство, вот это её поражает. Они все были запуганы. Вот мне отец рассказывал, что ему было, допустим, восемь лет, он придёт к своей родне, они не репрессированные, то есть они живут нормально. И он говорит, я стою на пороге, они даже боялись за стол его позвать, ну, чтобы поесть. Вот вынесут, дадут поесть, и он ушёл, понимаешь? Почему? Ну, враг народа. То есть очень боялись вот этого всего. Керсновская уходит в побег в феврале. Минус 20, и ещё ниже здесь обычное дело. Казалось бы, люди должны держаться вместе, помогать друг другу. Но ответ на вопрос, почему её прогоняют, Керсновская, конечно, находит быстро. Местные колхозы, посмотрите, у нас на канале есть большой выпуск про раскулачивание, колхозы и сами живут впроголодь. К тому же это, не забудем, второй тяжелейший год войны. Людям в такой ситуации не до помощи незнакомцам. К тому же действует строгое распоряжение всех подозрительных передавать в НКВД. Иначе за пособничество возможному врагу по законам военного времени. Поставим себя на место этих людей и не будем никого судить строго за то, что боятся открывать дверь на стук. В феврале по тайге нереально. Вообще без лыж. Нереально. У нас очень большой снег, у нас больше метра снега. Я родился 9 февраля, было 48 градусов. То есть мало убежать, надо ещё выжить в такой мороз? Конечно. Надо куда-то иметь пристанщик какой-то, чтобы кто-то покормил, где-то согреться, во что-то одеться. В одном из домов, куда Керсновскую всё-таки пускают обогреться, она засыпая слышит, как хозяйка шёпотом говорит сыну убежать и донести куда следует. Ефросине приходится немедленно уходить. Но справедливости ради не все люди такие. В других местах Ефросиню пускают обогреться, один старик даёт ей даже подзаработать за то, что она ему нарубила дров, он ей даёт несколько мёрзлых картофелин и восемь рублей денег. На эти деньги она потом купит себе несколько граммов замороженного мяса погибшей лошади. И вполне возможно, это спасёт её от голодной смерти. Но не только из-за голода Керсновская с охотой берётся за любую работу. Как ни странно, это для дворянки, знающей несколько языков, она привычна к физическому труду и любит физический труд с раннего детства. Папа – юрист-криминолог и джентльмен до кончиков ногтей. Отнюдь не был образцовым хозяином-землевладельцем. Всё хозяйство, забота о земле, о работе давно было моей обязанностью. И я всегда была рада и горда, что он мог спокойно читать в шезлонге в своём саду, который он так любил. Рядом с ним мама. У его ног любимая собака. И кругом мирная картина. Ефрусиня, госпожа Ефрусиня, она всё время бегала. Она хотела показать людям, что она способна создать хорошее хозяйство, примерное хозяйство. У неё была корова, и она говорит, что она доила от этой коровы по 20 литров молока. Вообще она косила вместе с крестьянами, она косила. Собирала сено. В общем, никакой она боярайкой не была. Она работала вместе с людьми. Она же была дворянкой, правильно? Да. И по советской классификации помещицей. Да. То есть у них была земля, они использовали наёганный труд. Да. И несмотря на то, что она сама работала, всё равно помещица. Эксплуататор. Да, и эксплуататор, помещица. Её родители были дворяне, но мать греческая дворянка. Сначала они жили в Одессе с Антономом Керстеновским и с её мамой. Ведь Керстеновская родилась в Одессе. Кажется, Морозлиевская, номер 40, это вот их дом, то, что она упоминает. А почему её родители переезжают в Бессарабию? В 17-м году, когда начинается революция, в Одессе Одесса работала адвокатом, юристом. Они уезжают и бегут в своё... Это сложно назвать имением, это, скорее всего, небольшой дом и участок земли. 46 гектаров и крестьянский дом в три комнаты, говорит ей советский прокурор. И говорит, что это не помещище, а кулатское хозяйство. Да, да, да. Вот это правильно. Какое она получила образование? Она получила образование среднее, ветеринарное. И она обладала колоссальной способностью просто языкам. С мамой и внутри семей они говорили на французском. Сколько она знала? Французский, румынский, итальянский, испанский, итальянский, испанский, французский. Французский, да, английский она тоже знала хорошо, немецкий она тоже знала хорошо. Ну так, что свободно на нём разговаривала. Я отёта, считай, русского. Да. И она знала ещё японский язык. Родители предлагают Ефросиньи поехать в Европу, получать образование. Но она решает остаться в поместье. И вскоре ей придётся управлять им в одиночку. В 1936-м, в самый разгар осенних работ, умирает отец, Антон Кирсновский. Ефросинья берёт на себя заботу и о матери, и о земле. У них с матерью нет слуг, есть наёмные работники на земле. К ним она требовательна, иногда сурова. Мне бабушка рассказывала, что она могла вот по лесу пошёл за дровами, поймает, она верхном на лошади и бичу хлыстом добьёт тебя до дома, чтобы ты больше не ходил в лес. Без спроса, без надо было ходить, работать, потом дрова она давала, а так нет. Ну, конечно, отцу нравилась она. Она не была красивая, но она была такая мужская, не женская. Боевая, да? Боевая, да. И он влюбился в ней, но однажды он пошёл, ну, был пацан с коровой, и корова немножко там кукурузу съела. И она пришла на коне и имел такой бич большой. И ударила папу несколько раз бичом. Ты шо не смотришь на корову? Где ты смотришь? Вот она шо сделала. И он больше потерял все чувства. В сентябре 39-го размеренной жизни приходит конец. Начинается Вторая мировая война. Незадолго до этого Советский Союз и Германия заключили пакт о ненападении, к которому прилагается секретный протокол. В нем восток Европы разделен на сфера интересов. Бессарабия отнесена к сфере интересов СССР. Сталин не спешит вводить войска, поскольку у Румынии есть гарантии, то есть обещание военной помощи Франции и Великобритании. Но разгром Франции нацистами в июне 40-го меняет ситуацию. 9 июня киевскому и одесскому военным округам приказано готовиться к походу. 28 июня части Красной Армии переходят границу. Какое впечатление на нее производят советские войска в 1939 году, которые входят в Бессарабию? Я думаю, что там были какие-то позитивные ожидания. У людей есть недоумение, они не понимают, что такое может дальше происходить. И вот это описание, что никто не предполагал, никто не предполагал, это все время в начале книжки ее присутствует, что может так развернуться. Со стороны леса появилась группа всадников военных. Один из них, подъехав ко мне, обратился с нескрываемой насмешкой. «А скажи-ка, где у вас барин?» Я внимательно осмотрела его и его неказистую лошаденку воткнула вилой и, смахнув тыльной стороной руки пот с лица, неспеша ответила. «Барин, это я». «А что вам от меня нужно?» «У вас тут сток сена, мы его возьмем для конной артиллерии». Помню, что я душой тянулась навстречу этим людям, ведь это были свои русские, неосточертевшие румыны. И я сказала, «Это сено лесное, неважное, есть у меня в трех верстах отсюда хорошее полевое сено, и его много». Объясните, пожалуйста, почему она дворянка так тянется к советской власти? Нет, она не к советской власти тянется. Она, и я встречал таких людей и позже, это она по культуре своей себя воспринимала как русского человека. Вся культура русская была им близка, и поэтому именно по месту того, где у человека Родина она считала себя русской. Весной 42-го кажется, что Керсновская в двух шагах от цели. До Томска уже недалеко, там она рассчитывает встретить польского консула. Но путь ей преграждает Обь. На реке ледоход. Пешком и вплавь не перебраться, а на немногочисленных паромах строго проверяют документы. И на месте стоять тоже нельзя. Места здесь густонаселенные, в каждом большом селе НКВД. И Керсновская, скрипя сердце, поворачивает вдоль Оби на юг. Цели как таковой у нее теперь нет. Но и сидеть на месте, ждать, пока схватят, для нее немыслимо. Теперь, когда она не знает, куда идет, отчаяние подступает с новой силой. И голод. Голод. Прорубь. В ней конец всех мучений. Конец издевательствам. Всему конец. Я сдернула с себя рюкзак, шагнула на самый край проруби и заглянула в нее. И откуда-то из глубины на меня глянула черная вода, которая, урчая и свиваясь в воронке, текла, как стикс, река подземного царства. Непонятный ужас охватил меня. Я шагнула и, переступив через прорубь, повежала волоча по льду рюкзак, через реку подальше от жуткого стикса, чье урчание будто преследовало меня. У меня по ощущениям, что она так любила жизнь и любила красоту и несла ее в себе, что это ее и спасло. А желание погибнуть, мне кажется, оно было... Ну, может быть, это вместе идет любовь к жизни и неспособность, не знаю, воспринять, неспособность быть свободной там физически. Даже ее путь к несвободе выглядит у Керсновской свободным выбором. После прихода Красной Армии она могла уехать, но не уехала. Вам не кажется, что виртуальные пространства и метавселенные постепенно выдавливают реальный мир? Смотрите, гиперинфляция в дьявол, пандемия в Варкрафте, банковский кризис в Second Life, политические игры в EVE Online. Даже события в видеоиграх часто поразительным образом дублируют реальность. Зачем разработчики внедряют те же явления, которые вроде люди и так переживают в жизни? И почему спрос на такие игры возрастает каждый год? В новом выпуске на канале «Редакция наука» инженер и преподаватель Александр Калюжнюк поговорит о видеоиграх с философом-специалистом в области истории и теории игр Александром Ветущенским и видеоблогером Алексеем Луцеем. Смотрите по ссылке в описании и подписывайтесь на «Редакцию наука». 2 августа 1940-го на части территории Бессарабии образуют Молдавскую СССР. Национализируют банки, заводы, торговлю, разумеется, землю. Многие люди с возможностями выезжают в Румынию. Керсновская остается и решает жить по новым законам. Сама рассказывает военному прокурору о своем имуществе. Имущество конфискуют. Ефросинью с матерью выселяют из дома. Это страшно, как их выгоняли из дома. Потом она проводила свою мать в Румынии. Долгие годы она была перед моими глазами. Такая, какой я ее видела тогда, в последний раз. Черное скромное платье, чулки и туфли, тоже черные. Черная шляпка и траурная накидка и скрепа. Худенькая фигурка, бледное лицо, воспаленные, но сухие глаза и знакомый злом красивых бровей. Прощай, моя мужественная старушка. Нет. До свидания. Персоновская получает советский паспорт впервые, и в нем стоит отметка 39, которая добра не сулит. Она пишет, что это такое за 39 отметка? Нередко такая отметка ставилась уже после выхода из заключения, когда человек получал свободу, выходил из лагеря, и в его паспорте ставилась отметка, что он не имеет права проживать в крупных городах. Это прежде всего областные центры, приморские города, например, как Одесса, Севастополь. Она на тот момент еще не была арестована. Почему ей ставят такую отметку? После присоединения Бессарабии к Советскому Союзу начался процесс советизации этой территории. То есть это борьба с антисоветскими элементами, с определенными слоями населения, с буржуазией, помещиками, дворянством, чиновниками, жандармерией. Кирсновская по своему происхождению была дворянкой, то есть она была помещицей, барыней, и поэтому она сразу вошла в эту категорию антисоветских элементов. И в связи с этим она попала в свою очередь в категорию, которую получила еще в 20-е годы название лишенцы. То есть она была лишена определенных гражданских прав, которые полагались гражданам Советского Союза. Удивительно, но даже на арест, про который обычно говорят «за таким-то пришли». Кирсновская идет сама. За ней приходят, ее не находят, она потом приходит сама, говорит «Вы за мной приходили? Да идите тут не до вас». Третий раз она приходит, тогда ее уже забирают в депортацию. «Когда человек постригается в монахе, он трижды должен поднять с пола ножницы, которые нарочно роняют постригающий. Это как напоминание. Одумайся, пока ты не вычеркнут из числа живых». Нечто подобное имело место со мной в тот памятный день, пятницу, 13 июня 1941 года. «Последний день моей мирской жизни». Она могла бежать, и уже было ясно, на что она идет. Но у нее было ясное ощущение, что ей надо двигаться так. То есть она сознательно шла настрадания? Нет. Она очень часто чрезмерно говорила «Это мои университеты». То есть то, что она встретила, для нее было чаще всего полной неожиданностью. Перед арестом и высылкой ей подсказывали, что тебя арестуют, Фросия, беги и так далее. Но девиз «делай, что должен и будь, что будет» тоже у нее везде идет рефреном. Я не понимаю вот это жертвоприношение. Это чувство за собой правды, истины в том, что она действительно не совершила, как она там и пишет. «Я же не совершила ничего плохого против советской власти, почему я должна обижать?» Вот где-то всеми своими поступками она пытается доказать системе о том, что она честный человек прежде всего. Депортация антисоветских элементов начинается перед самой войной в июне 41-го. Целыми семьями грузят в вагоны и на восток, в Сибирь. И она наряду с другими членами семей и антисоветских элементов была отправлена в нынешнюю Томскую область, на Рымский край, на Рымский округ, вот в эти на Рымские болота. То есть фактически это ссылка? Да, по сути это ссылка, но дело в том, что она не была оформлена как судебное такое наказание. Да, вот это важно. То есть это не приговор суда, ее не судили. Да, нет, это не приговор суда, это, скажем так, в административном порядке. То есть по постановлению, указу Президиума Верховного Совета, это могло быть постановление СНК и приказ МКВД о том, что о выселении вот этих антисоветских элементов. И вот как раз из Бессарабии было выселено более 26 тысяч человек. Теперь я уже не помню, как я попала в вагон. Помню тихий солнечный закат, в повалку лежат, цепляясь за какой-то скарб женщины, мужчины, дети в телячьем вагоне, где в стене прорезано отверстие со вделанной в него деревянной трубкой, которая будет нашей первой пыткой, хуже голода и жажды, так как мучительно стыдно будет пользоваться на глазах у всех такого рода нужняком. Пытка стыдом. Первая пытка. А сколько их еще впереди? Есть же описание не только у Евростии Антоновны, а есть описание, когда люди из Карачаева, Черкесии или Кабардино-Балкарии, которых высылали, там девушки гибли от того, что они не могли в присутствии других людей сходить в туалет, и просто человек погибал от разрыва дочего пузыря. То, что мы знаем по другим знаменитым книгам о ГУЛАГе, в общем, люди быстро забывали о таких условностях. Ну, да, но есть, наверное, для кого это все равно продолжало оставаться травматичным. Выгрузив из вагонов, ссыльных дальше везут на лодках по Аби. На каждой остановке кого-то выгружают, там дальше уже сплошные спецпоселения. Живут в них либо в землянках, либо в сельских домах нередко ни лагерем, ни заключением спецпоселение не является. Но, по сути, это ненамного лучше, потому что ни уйти со спецпоселения, ни даже выбрать себе работу нельзя. На одной из таких остановок у Ефросиньи происходит важный разговор с пожилым ссыльным Лихачёвым. Он исполняет обязанности проводника. Разумеется, вскипятили чай, то есть кипяток. У меня был сахар. Последние шесть кусков ещё из дому. И я их разделила поровну на нас троих. Лихачёв взял сахар, повертел его в руках и как-то странно посмотрел на меня. Слушай, Фрося, что я тебе скажу? Береги для себя то, что у тебя есть. Никогда и ничем не делись. Скрывай свои мысли, так как неосторожно сказанное слово может быть обращено против тебя и погубить тебя. Скрывай, если тебе в чём-либо повезёт. Тебе могут позавидовать и погубить тебя. Скрывай боль, скрывай страх. Но прежде всего скрывай каждый кусок хлеба. Здесь, в деревне Соколовка, недалеко от места, где была Ефросинья, до сих пор живёт внучка того самого старика Лихачёва Валентина Ильинична. Он видел, наверное, в девушке, что она добрая. Научился разбираться в людях, вероятнее всего. И он её, наверное, решил предостеречь, предупредить, или как он там пишется, что он дал ей совет. Никогда не делись последним. Люди стали жестокие. Потому что с этой жестокостью, мне кажется, он всё равно сталкивался за эти 10 лет. А его откуда сослали? С Алтайского края. Харлова. То есть он сохранил в себе человеческие качества, и вот он Керсновской помогает фактически, получается. Да, но она же не раз вспоминала его слова. Скажите, а сейчас многие помнят, что здесь были репрессированы, и вообще про репрессии кто-то помнит здесь? Конечно, помню. У нас, допустим, смотрите, Колпашева, там, когда забирали, они людей, ну, в смысле, мужчин, не знали, куда, допустим, они исчезали. А НКВД в этом. Колпашевой потом этот яр всплыл, подбыло, и трупы, и всё на звете. Они расстреляны все были, да? Да. Здесь же недалеко во дворе. Потому что я когда училась в 82-м году, ходила, ну, рассказывали про это, и туда же люди кидали венки на берег. Потому что, ну, представьте, сколько людей. В итоге Ефросинья оказывается в спецпоселении на реке Анга. Здесь ей предстоит валить лес для прокладки узкоколейки. Бессарабцы, которые привыкли к южному, мягкому климату, оказываются в суровых условиях Сибири. Короткое жаркое лето с полчищами гнуса и бесконечно долгая зима с морозами до минус 40. Ефросинья встречает холода в лёгкой куртке, которую надела в июне ещё дома. Только когда начинает совсем подмораживать и позволяет купить валенки и ватник. В спецпосёлках не было заборов, с вышками, с колючей проволокой, не было вот такой жёсткой охраны. Там обычно был комендант, сельский комендант, поселковый, причём на несколько спецпосёлков. Но там находились люди, которые находились под контролем этого коменданта и должны были выполнять те работы, которые предписывались. И раскорчёвка леса, и лесозаготовки, и рыбная ловля. Это был подневольный труд? Конечно. То есть не работаешь, ты не получишь пайку хлеба, умрешь с голода. Это был подневольный труд. А оплата как осуществлялась? Оплата осуществлялась фактически натурально. То есть люди просто получали какую-то пайку хлеба. А затем были периоды, когда выплачивались какие-то деньги, но это вообще минимальный и мизерный. В сельской местности вообще денег не было в колхозах, в том числе и в этих. Поэтому многие из ссыльных старались уйти или перевезти по возможности в леспромхозы, где деньги маленькие платили. В леспромхозы – это они валили лес? Валили лес, да. Она, пока была на поселении, на спецпоселении, валит лес для прокладки узкоколейки. Допустим, это дерево в миниатюре, да? Ну да, это маленькое. Нормальное дерево, оно будет примерно вот такой размер, да? То есть вот мы его свалили. Да, вот мы его свалили. Вот здесь оно будет отпилено. Значит, дальше он идёт снизу вверх по стволу, и вот это всё нужно срубать. Потому что должен остаться только ствол, да? Голый ствол. Но если целый день, и плюс мы понимаем, что это сучки. Сучки размером, собственно, вот с этот ствол. Да, да. Ну-ка. Это вот мы как бы срубили один сучок, да? Один сучок. Ну да, понятно. Если отнести поправку на то, что это зима, огромный ствол, и ещё мы сытые, в общем, их там заставляли заготавливать по 9 и даже по 12 кубометров за день. Это насколько много? Ну я думаю, что это деревьев, наверное, не меньше 10. То есть надо спилить и обработать? Обработать, раскрежевать, и чтобы уже лошадь их утащила. И увезти 10 больших деревьев за смену. Да, минимум. Она попадает в нечеловеческие условия. Это был замкнутый круг. Ты не можешь выполнить норму, что ты голоден. И наоборот. Она на собраниях, проводимых им с узверской какое-то постоянством, она постоянно требовала нормальных норм выработки. Она просила также дать детям больше вот этой крупы или хлеба. Начальником в Суегинском лесопромхозе, где работает Керсновская, некто Хохрин. Дмитрий. Типичный пример коменданта, который, может быть, не мечтал о такой должности, но вот его отправили в эти болота, поручили ему вот этот вот спецпосёлок, этих спецпоселенцев. И вот он, может быть, сам не желая того, вынужден вот жить вот в этих, скажем так, в этой глуши. В этой дыре, да, и на них срывается. Да, и на них срывает буквально всё своё вот это вот какую-то неудачу в своей жизни, в своей карьере. Возможно, нередко это были те сотрудники ОГПУ, затем НКВД, которые проштрафились по каким-то причинам на службе и их в качестве наказания отправляли вот подальше от Москвы, от каких-то центральных городов. Среди прочего, Хохрин постоянно повышает нормы выработки. С двух кубометров леса до шести, потом до девяти, потом до двенадцати, если норму не выполнил, остаёшься без выплаты, то есть без пайка. При том, что более-менее ощутимыми эти выплаты становятся после восьмидесяти выполненных норм. Но тут есть нюанс. Это если ты постоянно на одном и том же участке, а если тебя перебрасывают на другую задачу, всё, нормы обнулились. Я бы долго, наверное, не разобралась, в чём дело, если бы дядя Педан, старейший лесоруб, не растолковал мне, почему меня перегоняют на другую работу, как только у меня набирается количество норм, близкое к сорока. Например, подсобным вальщиком – 38, сучкорезом – 36, отрелёвщиком – 32. Есть такие в посёлках люди, которые представители власти, которые больше не представляли власть, сколько представляли себя, как садист, который ему доставлял удовольствие над людьми издеваться, тем более на бесправными, ссыльными. А Ив Россинина Антоновна оказалась та женщиной, которая первая, наверное, встала на защиту, не только себя на защиту, такие же, как и она. И здесь клеснулись два характера. В бригаде с Керсновской работала такая Валя. У неё грудной малыш, но её всё равно отправили в командировку на дальний участок леса. Там у Вали воспалилась молочная железа, начался мастит, тяжёлое и опасное состояние. В какой-то момент обессилевшая Валя рухнула в снег в ноги Хохрину, умоляя отпустить её к ребёнку. «Не можешь работать – умри», ответил Хохрин. Для Керсновской это стало последней каплей. «Я не знаю, где предел отчаяния, где конец терпению». У меня потемнело в глазах на этот раз не от слабости. И рука судорожно стиснула топор. Убить! Убить, гада! Пронеслось в голове. Но он уже шагал прочь, и расстояние быстро увеличивалось. Я взбежала по ступенькам, резким движением рванула дверь и стала как вкопанная. Хохрин сидел за столом, и я чуть не наткнулась на него. Дьявол, покровитель Хохрина, надоумил его пересесть с затылком к входу. Его лысина была передо мной, но его мутных глаз я не видела. «Нет, я не убийца. Нанести удар из-за спины я не смогла. Я медленно повернулась и пошла. Минуту стояла в нерешительности, затем бросила топор под крыльцо». Она говорит, что я не убийца. Чтобы ее понять, нужно просто понимать, есть десять заповедей. Одна из них – не убей. И она просто наткнулась на внутреннее сопротивление. «Не могу сзади убить человека». После неудачного покушения на Хохрина Керсновская и задумывает побег. Это февраль 1942-го. И поначалу она собирается бежать только ради одного – умереть на свободе, а не на глазах у Хохрина. Уже потом в одном из поселков ссыльные поляки рассказывают ей, что якобы в Томске формируются польские части для отправки на фронт. И Керсновская загорается идеей примкнуть к этим формированиям и отправиться на войну. У неё есть польские корни и польский язык – один из тех, на которых она со своим образованием более-менее свободно говорит. На Рымской крае опекал доверенный польского посольства Борислав Конецкий, который благодаря его в Томске открыл детский польский дом, дом инвалидов и так далее. Поэтому слухами земля полнилась, она знала и поэтому направилась в Томск, рассчитывая, что на его поддержку. А он действительно имел возможность её отправить в формировавшиеся польские части или это были слухи? Он был разъездной, он здесь был не всё время. Он приезжал, это раз. А во-вторых, она всё-таки не была гражданкой Польши довоенной. То есть она была не русская, иностранка, в Бессараби жила, но не польская гражданка. А то есть этот план с самого начала был обречён? Я думаю, что да. Скорее всего, да. Ей просто повезло, я так думаю. Вот Бог захотел, чтобы она выжила, дошла и всё прочее. Очень много народу здесь, здесь, я говорю, комендатуры военные стояли, и просто очень много народу просто умирали, их закапывали. При попытке побегать. Ну, конечно. Я видела феноменальную по своему плодородию землю со слоем чернозёма в несколько оршин и людей, питающихся парёной крапивой, чуть сдобренной молоком. Я видела бескрайние степи, в которых пропадала неиспользованная трава и худых коров, пасущихся на привязи возле огородов. Так, во время побега, Ефросиньев впервые знакомится с советской глубинкой, видит последствия раскулачивания. На полях гниют остатки урожая, а колхозники живут в проголодь. С конца 30-х действует закон о колосках, захищение социалистической собственности в срок или расстрел. Она ни дня не жила при настоящей советской власти, как говорила нам. Она человек другой, она не советский человек была, и она оставалась им всё время. В силу своего характера она такая непримиримая была. Советский человек был ведь конформист, вообще-то говоря. Это главное его качество. Я про себя тоже самое могу сказать. Мы приспосабливались тем условиям, которые нам предлагали, чтобы как-то жить. А Крестовская не приспосабливалась. Она была таким, не сказать пассионарным, но своевольным и свободным человеком. За время побега Ефросинью трижды задерживают за отсутствие документов и всё три раза отпускают, поверив её объяснениям, что Де ушла с соседнего лесопромхоза за сиротой-племянником. Тут важно, чтобы с момента придуманного ухода не прошло больше трёх суток. Тогда это не считается побегом. Конечно, понятно, что закончиться эта эпопея могла только двумя вариантами. Ефросинья либо погибла бы в тайге, либо её бы арестовали. Что и произошло в августе 42-го года, получается, ровно 80 лет назад, спустя 6 месяцев после её побега. У неё есть тоже точное описание, что меня арестовала какая-то сопливая рыжая девчонка, и она её куда-то отводит, и она говорит, я могла бы махнуть через забор. У неё не то, что она сдалась, но вот эта цель была, цель, ради которой она двигалась, была прервана. То есть она поняла, что она не сможет совершить то, что она наметила. Кирсновская не скрывает, почему покинула место ссылки. Рассказывает, за что хотела убить коменданта Хохрина. К делу подшиты его прежние доносы на неё. 111 штук. В конце концов, Кирсновскую доставляют сюда, в Молчаново. Это и тогда, и сейчас большое село Райцентр Томской области. Совсем недалеко от Суйгинского леспромхоза, откуда она за 6 месяцев до этого сбежала. Всю зиму 42-43 годов Кирсновская проводит в неотапливаемой камере Молчановского КПЗ. Морозы под 40, но они, как вспоминает Кирсновская, спасают 20-терых женщин, сжатых на 9 квадратных метрах, от клопов. От вшей, правда, Мороза не спасают. Её обвиняют по 58-й, печально известной статье, конкретно по 10-му пункту за антисоветскую агитацию. Правда сказать, Кирсновская за словом никогда в карман не лезла. Предположительно, вот в этом доме, он сейчас, как очень многое в России, обшит этим убогим сайдингом, и вообще это хороший такой сруб дореволюционной постройки. Кирсновскую здесь допрашивает начальник местного НКВД Салтымаков. И в какой-то момент он бросается на Евросинью с кулаками и получает от неё в ответ по морде. Это один из тех случаев, когда Кирсновская могла погибнуть. Но судьба хранит её и в этот раз. Схватившегося за пистолет Салтымакова оттаскивают коллеги. Я только что читал объяснительный Салтымакова. В 1956 году его исключали из партии. Да, у нас есть документ, собственно, наученный написанным. Исключали его за то, что он в 1937 году занимался фальсификацией этих дел и подрослел. А при Хрущеве он был арестован, исключён из партии, но потом быстро опять восстановлен и довольно долго потом работал. Что могло быть? У нас 41-й год, это уже не 37-й, не 38-й год, но последствия тоже могли быть очень для неё плачевные. Судят её здесь же, в Молчаново, в феврале 43-го. Она не признаёт себя виновной, цитирует Маркса и Энгельса, спрашивает, что бы те сказали, увидев жизнь в советской деревне. «Воездная сессия на Рымского окружного суда выносит приговор. Расстрел». На следующий день предлагают писать просьбу о помиловании. Дают лист бумаги. Нет. Ефросинья пишет, требовать справедливости не могу, просить милости не хочу. Расстрел или 10 лет без права переписки там или ещё что-то, это всё спускается сверху. Она просто попадает под тот период в этом конкретно месте, где им сказано не расстреливать. Они её пугают расстрелом, поэтому предлагают ей написать помиловку. Прошение о помиловании. Да, прошение о помиловании. А она отказывается писать. И всё, и они дают ей 10 лет. Важно пояснить, что тогда это всё шло сверху, всё это утверждалось списками, как правило. Да, и разнарядки были по количеству расстрелов в том числе. Я не думаю, что разнарядку какую-то спускали о снижении сроков или так далее. Это всё решалось на местах. То есть то, что Керсеновскую не расстреляли – это случайность? Это судьба, это судьба. То есть можно сказать, что в этой ситуации ей повезло? Ну, как-то это немножко не то слово в жизни. То, что происходило вокруг, и те обстоятельства, в которые она попала, они её вывели туда. Ну, а когда 40 тонн брёвен над ней пролетело, и старик Кравченко ей говорит, кто-то за тебя, Фруся, сильно молится. То есть она там затор была с брёвнами, 40 тонн. Она говорит, я решил, я пошевелю, и они спустятся. И они рухнули, и над ней пролетели вот эти вот, и она осталась жива. То есть как заговорённая была? Да, ну вот, ты заговорённая ей тоже такое говорили, да. Это место в центре Томска называется «Сквер памяти». Вот тут стоит памятник жертвам репрессий. Почему здесь? Потому что вот в том краснокирпичном здании с 20-х по 40-е годы размещалось городское управление НКВД. А напротив, вот в этом здании, здесь находилась тюрьма НКВД, в частности, Кирсновская там тоже содержалась одно время. Между зданиями, вот так вот, вдоль центральной улицы, вот это, кстати, городская администрация, здесь стоял глухой забор, то есть двор был внутренним, и между этими зданиями шёл подземный ход. Сейчас он засыпан. Всего в системе Сиблага, так это называлось, было 10 тюрем и 15 лагпунктов. Намного больше в окрестностях Томска было именно спецпоселение. Вот таких вот мест, куда Кирсновскую привозят в самом начале. Но, разумеется, после побега, после ареста она попадает уже в настоящий лагерь. Здесь тоже недалеко от Томска, в селе Межениновка. Это сельскохозяйственный лагерь, то есть лагерное отделение Сиблага, где заключённые выращивали сельхозпродукцию. Они там работали на полях? Работали на полях. И Кирсновская тоже работала на полях. Для неё это было привычное дело. Даже у себя на родине, занимаясь фермерским хозяйством, привычно было ей. И именно там Кирсновская впервые начинает рисовать. Точнее, она начинает выжигать по крышкам портсигаров и шкатулок. Предмет изображения в тот момент прост. Это природа. Понятно, что по-другому не может быть. Но материал для будущих альбомов и для будущих рисунков копится. Он окружает её со всех сторон. Сейчас её рисунки, о которых мы сегодня говорим, находятся в отдельной экспозиции в Государственном музее истории ГУЛАГа в Москве. Вот это такое художественное наследие, в которое она переплавила лагерный опыт. Мне кажется, это какая-то драгоценность, которую нужно искать и искать. Как вы объясняете, почему так много красок в её рисунках? Казалось бы, всё это должно слиться в серо-чёрно-белую картину. Мне кажется, это как раз её внутренний мир, такой красочный, и её любовь к природе. Она подробно описывает природу, как она её любит. То есть ты это всё чувствуешь, и вот эти цвета, которые выливаются в эти иллюстрации, мне кажется, они просто у неё изнутри. Она так видела, так чувствовала, и, наверное, она просто по-другому и не могла это изображать. Это удивительно, насколько можно обращать внимание на красоту природы, когда ты бежишь уже не первую неделю, умираешь от голода, и все тебя гонят. Может прозвучать удивительным, но в рисунках её лагерного цикла иронии и сарказма кажется больше, чем сочувствие. И это, конечно, неспроста. Вид заключённых вызывал острую жалость и приводил в ужас. Но если к ним пристальнее присмотреться и особенно прислушаться, то к жалости примешивалось недоумение, а затем отвращение. Эти потерявшие облик человеческие полуживые существа, больше похожие на растерзанные тряпичные куклы, могли целыми днями ссориться, брюзжать, цинично и грязно скверно словить, с наслаждением отыскивая больные места своих товарищей по несчастью, чтобы причинить им, возможно, большее страдание. Мы знаем много судеб, много воспоминаний, и известных людей, и малоизвестных, где они действительно пытаются подстроиться под систему. То есть у каждого человека была задача выжить в этой системе. Было чувство какого-то самосохранения. У Кирсуновской этого чувства не было, мне кажется, вообще. Возможно, это были и где-то особенности её характера. В Межениновке Кирсуновская проводят всего несколько месяцев. Вскоре её переводят в лагерь под Новосибирском. Там строится эвакуированный авиазавод. Каждое утро заключённых под конвоем ведут из зоны на обнесённую колючкой стройку. Сколько долгих горьких лет приходилось мне, начиная свой рабочий день, выслушивать эту молитву. Шаг вправо, шаг влево. Конвой применяет оружие без предупреждения. Ясно? И мы должны были отвечать дружным хором. Ясно. Это аминь рабов. Сколько доходяк поплатили жизнью за попытку поднять на улице какую-нибудь корку, огрызок или окурок, только от того, что голод заставляет забывать слова молитвы. Она видела, как люди ломались, потому что они считали, что любой труд, сопряжённый с насилием, заставляли их заниматься не тем. Этот труд был наказанием для них. И они превращались абсолютно в рабов. Потому что они не могли этим трудом заработать хлеб, умирали от сынги и так далее. Она это видела. И она никогда этого не боялась. У неё вот это ощущение внутренней свободы было очень важным. И она оставалась этим свободным человеком, находясь в неволе. Благодаря труду? Да. Благодаря труду и отношениям. Внутренним отношениям к этому. Она подавала пример своим рабочим. Она была фермер, так скажем. Она подавала пример, потому что она сдавала больше и делала больше, чем они. Понимаете? Мужчины. Там и так далее. Когда на лагерной свиноферме начинается эпидемия неизвестной болезни, Керсновскую ветеринары по образованию направляют в помощь. Сработало. Она подбирает правильное лечение и в награду может остаться работать там же, на ферме. Завидная доля. Но ненадолго. Начальство требует от Ефросини подписывать фиктивные акты о гибели свиней. Так охрана может получать мясо сверхположенного. Керсновская отказывается, и принципиального ветеринара возвращают на стройку. Ну, белая ворона, сумасшедшая, скажут люди. А как? Как это? Ну, это надо знать Ефросинию Антонову и понимать этот характер. У Пушкина есть знаменитое стихотворение, здесь такие строчки. «Самостояние человека – залог величия его». Что это за самостояние? О каком самостоянии, говорит Пушкин? Это как это? Это свобода. Самостояние – это суверенность. Это отстаивание своей свободы. Послушайте, а это врождённое или это благоприобретённое? Я думаю, и то, и другое. Она относилась, конечно, к аристократическому кругу. То, что давалось, давалось по крови, по положению. То есть всё-таки происхождение играло роль? Они воспитывались так, что надо быть требовательным к себе и снисходительным к другим. Вы понимаете, люди живут совершенно другими. Нет. Надо к себе быть снисходительным, а от других всё требовать. А аристократы, настоящие аристократы, они жили именно таким образом. Поэтому мы встречаемся со всякими историями про таксисты, князья, дворниками. Париж, Праги или ещё где-то. Мы читаем их воспоминания. И там многое можно понять в Кирсидовской. Понимаете? Поэтому она конфликтовала не только с властью, она конфликтовала и в быту, я так полагаю. Многие неприятности связаны с этим. Она была непримирима. Вот непримиримый человек, вот видите там безобразие, она обязательно должна его исправить и на него указать. А она вообще бы страшным была человеком? Абсолютно. То есть ей страх не был свойственен? Ну, потому как я понимаю, да. Несвойственен. То есть для неё потеря принципов – это было страшнее страха. Дон Кихот и Жанна Д'Арк, они ей очень близки. Она же пишет, что я опять боролась с ветряными мельницами. То есть она понимает, что когда она в очередной раз идёт на принцип против сложившейся системы, она борется с ветряными мельницами. Но всё равно делает. Дон Кихот ей очень близкий персонаж. Очень близкий. Вскоре на Кирсновскую заводят новое дело. А Надия проникла на свиноферму с целью вести антисоветскую агитацию и подрывную деятельность. Звучит смешно, но дело серьёзное. Сажают в камеру, начинают таскать на допросы. В один из дней Ефросиня видит, как работает лагерная цензура. Сидят несколько таких же, как она, зэчек, читают письма заключённых с воли и почти все выкидывают. Некоторые даже не открыв конверт. Так велели. Это отношение и к без того униженным арестантам шокирует Кирсновскую настолько, что она во второй и последний раз пытается покончить с собой. Её как раз привели на очередной допрос. Следователь подался вперёд, протянув руку через мою голову. В это мгновение пола кителя поднялась. И я увидела в кабуре на поясе маленький пистолет. Как это получилось, что я двумя пальцами, как пинцетом, неслышно выхватила этот пистолет, и по сегодняшний день для меня загадка. Говорят, что самоубийце удаётся осуществить свой замысел даже тогда, когда, казалось бы, он невозможен. Что заставило меня глянуть в окно? Не знаю. Просто как-то механически, уже поднимая руку и держа палец на гашетке, я скользнула взглядом со стола на окно. И всё как-то изменилось. Ветка, зелёная, свежая. Ласточки. И всё это будет. А меня не будет? О нет, ещё буду. Всё это мелькнуло в голове за одно мгновение. В следующее мгновение я передвинула на место предохранитель и бросила пистолет на кожаный диван. Звук. Заставил следователя вздрогнуть. Взгляд в сторону пистолета, рывок руки к пустой кабуре, взгляд в мою сторону. Всё это заняло одну секунду. Затем он схватил пистолет и вернулся к столу. Вот это настолько ясно, что она живёт вот этим искусством, с которым она соприкасалась с детства. Вот когда её запирают в карцер, она там поёт и поёт песни. Вот её отдушина. Это реальность культуры в жизни смелого человека. где это очевидно видно, как это культура. Просто есть её жизнь. Вскоре на Керсновскую пишут донос. Начинается новое следствие, и она получает новый срок. Тоже по 58-й статье. Ещё 10 лет лагерей. Она уже два года отсидела, и неотбытая часть срока поглощается новым сроком. То есть вместо оставшихся 8 лет ей нужно отсидеть снова 10. И это будут не просто годы. Керсновскую этапируют на крайний север, в Норильск. Этап Ефросиньи Керсновской прибыл сюда, в Норильск, в августе 44-го. Исправительный трудовой лагерь здесь был основан ещё в 1935-м. Основные его заключённые осуждены по 58-й статье, той же, что и Керсновская. Одним из таких, например, был сын Анны Ахматовой, Лев Гумилёв. Эфросинья прибыла сюда в навигацию. Это тоже очень важный момент. Основной поток контингента, он прибывал по Енисею с июня по октябрь. В 1944 году уже не только старый город, но и начали строительство нового города, той части, где мы сейчас с вами находимся. Ведь в Норильске бытовое слово материк до сих пор. То есть на юг, до Красноярска, почти 2000 км бездорожья, а на север, до северного северного полюса. За исключением каких-то там зимовых каких-то, избушек обозначено на карте и так далее. То есть ты живёшь в окружении, вот уже видно, вот сборы на горизонте, они уже недоступны. Норильск был местом, откуда не возвращаются. Но по словам Кирсновской, тут, как ни странно, всё-таки был шанс выжить. И объясняется это в первую очередь удалённостью Норильлага. Сюда сложно было отправить этап. Поэтому заключённых берегли больше, чем в других лагерях. По циничному расчёту, но тем не менее. Конечно, Норильский лагерь тоже один из крупнейших лагерей, где был создан комбинат по добыче никеля. Это было одним из важнейших лагерей не только в лагерной экономике, но и в принципе в экономике всей страны. Поэтому в таких лагерях иногда администрация, руководство лагеря стремилось сократить смертность лагерного населения. И особенно в таких лагерях, как в Иркутинске, Норильске, нередко начальник лагеря, он же был и начальником комбината, и начальником промышленного производства. То есть он отвечал не только за жизнь лагеря, но также и за план. Потому что производство каждого лагеря было вписано в плановую экономику страны. И понятно, что если плохо кормить заключённых, то они не будут вырабатывать план. Для технических специалистов, технических специалистов востребованы там, он был счастливым местом, потому что там от них требовалось не просто покорность, а требовалась работа. Норильск в это время был такой ударной стройкой. Это одна из шести первых улиц Норильска. В Норильске просто вообще не было, ну как бы ни в чём. И строились с ноля, и умирали. Но она сама чуть не умерла на стройке. В Норильске и Фросини начинает работать на стройке. Она строит вот этот дом на Севастопольской улице. Центральная его часть стала административной. До сих пор это муниципальное казённое учреждение управления жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, раньше у дома было два трехэтажных жилых крыла. Но одно из них разрушилось, как и другие подобные здания на Севастопольской улице. Кирсновская кроет крышу дома и ранит колено. Оно начинает болеть, и она обращается к врачам. Те выгоняют её, мол, не надо тут лазить со своими прыщами. Потом у неё поднимается температура, начинается лихорадка, и её всё равно заставляют идти на работу. И только когда Фросини совсем падает без сознания, её наконец-то отвозят в больницу. Меня направили на ампутацию бедра. Но принявший меня хирург Билзанс рассудил иначе. Решил сохранить мне ногу. Дальше провал в памяти. Помню руку со шприцем. В бреду мне казалось, что шприц держит не рука, а клешня огромная и страшная. Но так или иначе я выжила. И не только выжила. Доктор Билзанс сумел сохранить мне ногу. Она выздоравливает, её кормят, её поднимают на ноги. Она чувствует к себе человеческое отношение. Чуть-чуть поднявшись, чуть-чуть оправившись, что она делает? Она делает то, что она может делать. Хоть что-нибудь. Помочь тем, кто рядом и кому ещё хуже. Кирсновскую лечили в центральной больнице лагеря, в ЦБЛ. До 1956 года она находилась вот в этом здании. В 1956 и лагерь, и больницу расформировали. Кирсновская называла эту больницу «оазисом в аду» из-за человеческого отношения и к заключённым, которые работали в больнице, и к пациентам. Секрет отличной работы всех в ЦБЛ в том и заключался, что люди, хлебнувшие горе и понявшие весь ужас своего бесправия, цеплялись обеими руками за возможность быть рабами хоть и очень требовательного, но справедливого хозяина. Она почти умирает. Её там спасают, спасают ей ногу, и она остаётся там медсестрой. И она работает во всех трёх отделениях. Она работает в хирургическом, в инфекционном, и в конце концов она ещё работает в морге с доктором Никишиным. Тут появляются всякого рода человеческие такие отношения. Люди, к которым она относится с большой симпатией. Например, вот Вера Ивановна Грязнева, начальник больницы лагерной. Она создаёт такую некую уникальную историю, в которой существует и научная сфера. И они, как всякие врачи, просто помогают людям. Часть из них вольнонаемные, часть заключённые. Я думаю, что история про врача, она остаётся везде врачом. Она очень о многих отзывалась, не о всех лестно. И какие-то недостатки человеческие видела она. Она видела. Вот он, Виктор Алексеевич Кузнецов. Вот, пожалуй, до Ефросинии Антоновны о нём вслух принято плохо отзываться не было. То, в чём упрекает его Ефросиния Антоновна, да, была ли необходимость в каких-то вот этих операциях, да. Да, в своих мемуарах Ефросиния обвинит Кузнецова в том, что он проводил опыты над людьми. И всё же она соглашается рисовать иллюстрации к его научной работе. Специально для этого ей выделяют акварельные краски и цветные карандаши. И с тех пор называют медхудожником. Это работа, да, Виктор Алексеевича Кузнецова. Хирургические формы регионарных сосудистых поражений желудочно-кишечного канала. Тут в основном Ефросиния, она изображала органы, да, по сути, человека? Да, поражённые органы. И она стала рисовать в Норильске, когда у неё появились физические возможности. Это одна сторона была. А другая сторона, то, что её толкнуло, как она сама и пишет, что обстановка была морально тяжёлая. Отношения с врачами у Ефросиния начинают портиться. В инфекционном отделении ей кажется, что никого даже не пытаются спасти. Она сама выписывает больным лекарства и предсказуемо настраивает коллег против себя. Если человек не приспосабливается, а, боюсь, она не приспосабливалась, чего ожидать? Ну, то есть, понимаете, она бы сейчас ни с кем не ужилась. Ну, нет, скорее всего. Ну, или мало с кем. Таких людей... Я не знаю таких людей, к сожалению. Последней каплей, как обычно, становится мелочь. Ефросиния отказывается следить за ножницами, которые постоянно кто-то крал из отделения. На неё рявкнули, и тогда можете уходить, ну, и пошла. То есть, это, конечно, очень... Ну, вот, если представить себе картину, вот, пожалуй, это было очень эмоционально. Раз она ушла оттуда, куда-то она должна прийти. Она в лагере. Она заключённая в лагере. И направляют её в морг. И они составляли там так называемое заключение вот свои, паталогоанатомические. И всё-таки опять вот возникает какой-то афоризм. Что может быть страшнее смерти? Это шахта. Это удивительно, когда она оказывается в Норильске, добровольно вызывается идти работать в шахту. То есть там мужики старались любыми способами клониться от этой работы, а она, женщина, наоборот, идёт. Да, ей приходится пробиваться туда. Да, её ещё не хотят брать. Зачем она это делает? Ну, она же всё время идёт... Вот если вы читаете, она... Потом она и говорит, я прошла девять кругов ада. Она идёт вниз. Она уходит из больницы куда? В морг, куда никто не хочет. Из морга в шахту. Из морга, она идёт ещё дальше. В шахту. В буквальном смысле вниз? Да. Ефросинья добивается своего и попадает в самое жёсткое из здешних мест. Лагпункт Нагорный, на шахту номер 15. Как и другие узники Нориль-Лага, она спускается в шахту, не имея никакого представления о подземных работах. Вернее, слово «спускается» здесь не совсем правильное. Шахта находилась на северо-восточном мысе горы Шмидта. Чтобы добраться до работы, заключённым приходилось идти от своих бараков, вот на их месте сейчас трава и даже остались столбы. 1575 ступенек вверх, по горе. Ещё несколько сотен метров под землёй до рабочего участка. Никогда не забуду этот первый десяток тонн угля, выброшенных мною из-за боя. Я с ожесточением бросала полные лопаты угля. Лопата была большая, сил мало, воздуха совсем не хватало, но я работала, не разгибая спины. На шахте Ефросиня постоянно ругается с начальниками. Не даёт оскорблять ни себя, ни других. Доходит до драк. Ну, у неё есть моменты, когда её оскорбляют, как женщину она говорит тут же, ну, просто машинально срабатывает. Но все остальные случаи – это просто выбор по её критериям чести. Там было несколько раз, когда в неё конвойные пытались стрелять. Встала девочка такая, воробушка, она его называла, между Фроссией и конвоиром. Сказала, не смеешь её убить. Не знаю, когда и на какой горе получены были новые заповеди, но текст этих заповедей известен. Вот они. Не думай. А если думаешь, не говори. А если говоришь, не пиши. А если пишешь, не подписывайся. Всего четыре заповеди. И всё же, если из тех божьих десяти заповедей я выполняла почти все, то из этих четырёх заповедей второго издания я не выполнила ни одной. Никогда. Нигде. Она была религиозным по духу человеком, но никогда она этим не бравировала и не выставляла на показ. Ну, абсолютно. Она поступала как религиозный человек. Не могу не спросить, а возможно ли канонизация её? Я впервые об этом думаю. Я не уверен, что она была церковным человеком. В смысле, воцерковлённым? Ну, именно церковным. Она, что она там, не знаю, поддерживала некую общинную жизнь. Она никогда в жизни ничего плохого про церковь, про веру не написала. Но очень осторожно, так сказать. Ну, смотрите, люди, которых причисляют потом к лику святых или к ликомучеников, они же совершают свой крестный путь во имя веры. А ради чего Кирсновская идёт на эти мучения? Скорее всего, не ради веры. Скорее, это действительно... Вера – это подспорье её жизненной позиции и жизни. Но она это делала, конечно, как мне кажется, не ради веры. Я обратил внимание, что она ведь такая по виду пацанка. И она рисует себя всегда скорее мальчиком, подростком. Короткая стрижка, мужская рубашка. С чем это связано? Не знаю. У неё была подруга Ира, с которой она дружила. И там есть у неё воспоминания, что они не собирались даже замуж выходить. Почему она так выглядит? Потому что это как раз начало века европейское. Здесь же этого не было. Вот её друзья на этих фотографиях, Ира, они коротко стрижены. Это идея суфражизма, равных прав. То есть это феминизм, на самом деле? Ну, безусловно. Но он может быть не в чистом виде, но это история про равные права. Я её спрашивал напрямую, Ефросинья Антоновна, а вы были влюблены? Она говорит, мне это чувство незнакомо. Лагерный врач комиссовал женщин. Надо было выявить первую категорию, пригодную для самой тяжёлой физической работы на морозе. Проверял ли он для этого сердце, лёгкие? Вовсе нет. Всё внимание обращал исключительно на половые органы. Когда очередь дошла до меня, я твёрдо заявила. Смотрите, если это вам нужно. Но глазами. Я ничего не знаю. Все должны быть освидетельствованы одинаковым образом. Кроме девственниц, как в данном случае, возразила я. Да, так оно и было. Мы её похоронили. У нас был венчик. Приготовленный, как хоронят девственниц. Да. А как вы это объясняете? Ну, потому что, видите, есть вещи, которые по-житейски объяснить невозможно. Ближе к концу срока Кирсновская просит, чтобы её сделали грузчиком. Потому что на перевалочной продуктовой базе, это там же, при шахте, можно было заработать зачёты, когда один день срока засчитывается за два или даже три. Там Кирсновская работает полгода. Самой лёгкой задачей, по её воспоминаниям, была разгрузка муки в мешках по 70 килограммов. Всё остальное было намного тяжелее. Только к 50-м годам здесь, в Норильске, это появилось. Настолько, что человек знал, что я зачётами себе заработаю. Благодаря системе зачётов срок Ефросини заканчивается на два года раньше, в 52-м. Но перед освобождением её заставляют подписать обязательства, в котором она обещает порвать все отношения с людьми, которые остались здесь, в неволе. И она отказывается это сделать. «В неволе я встречала много хороших, достойных всяческого уважения людей», – сказала я. «Кое-кто там ещё остаётся. Я сохраняю о них добрую память и буду рада быть им полезной». «Но эта подпись – простая формальность», – сказали мне. «Подпись – это слово, данное человеком. И человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Я не могу так низко себя оценить». И меня отвели обратно. Но ненадолго. «Керсновская на выход с вещами!» И вот я уже за вахтой. Несмотря на то, что Керсновскую освободили раньше, ещё пять лет она остаётся поражённой в правах. У неё нет паспорта, она не может уехать и должна отмечаться в местной комендатуре. Поэтому ей ничего толком не остаётся, кроме как снова идти на работу в шахту. Обычно именно на работу туда женщины не берут. Но Керсновская становится исключением. В шахте она и встречает, март 1953-го. Понятно, что в Норильске многие радовались смерти Сталина. Хотя официально все скорбели, как было предписано. В эти сгорные дни все народы нашей страны ещё теснее сквачиваются в великой братской семье. Дирижёрская палочка подала команду. Все превратились в убитых горем идолопоклонников. Отчего-то вспомнились плакальщицы на восточных похоронах. Я не радуюсь, не чувствую облегчения. Мне противно. До чего же всё пропитано ложью и страхом? Что это за ретроспективный страх? Или страх в кредит, авансом? Всюду траурные стенды с фотографиями. Берия в почётном карауле. Берия произносит речь. Берия и Молотов в первой паре несут гроб с прахом великого вождя. Прошло немного времени. Врывается, уже не помню, кто срывает портрет Берии из иконостаса и швыряет его на пол. Святотатство! Все в ужасе вскакивают. В чём дело? Берия – враг народа. Это было событие. Огромное событие. И надо сказать, что Норильск к этому времени подошёл переломный момент. Это была вершина развития Нориллага и его конец. Потому что после был ликвидирован Нориллаг, объявлен Норильск открытым. В 1956-м Керсновская впервые за 12 лет выезжает из Норильска и едет в Ессентуки. Здесь живёт семья её подруги по Норильской больнице Верой Грязневой. Керсновская тут совершенно влюбляется в эту природу. Очень много ходит по горам. Не сказать, что прям альпинизмом занимается. Тут не очень высокие горы. Но с альпинштоком карабкается наверх. При этом ей уже под 50. И за плечами больше 10 лет в лагерях и ссылках. Забегая вперёд, это будет ещё один очень важный адрес в биографии Керсновской. И что важно, Ессентуки не входили в число тех 39 мест и городов Советского Союза, где ей, как поражённой в правах, запрещено селиться. Когда Керсновская уже может выезжать из Норильска, она, разумеется, едет и в Молдавию, туда, откуда её в 1941 году отправили на спецпоселение. Там всё разорено, ничего не осталось. Керсновская чувствует, что больше сюда она уже никогда не вернётся. Она идёт на могилу отца. Собрать оттуда горсть земли для неё – это очень важно. Она чувствует, что больше, кажется, ничего не связывает её с этим местом. И в этот момент, совершенно случайно, встречает пожилую женщину, в которой узнаёт подругу своей матери. И эта женщина рассказывает ей, что мама на самом деле жива, и она до сих пор в Румынии, и все эти годы ищет свою дочь. Мама из Румынии постоянно телеграфирует о том, что вот я ищу свою дочь, Ефросинью, может быть, кто-то знает. И таким образом они как бы оставляют адреса друг другу. И Ефросине Антоновне приходит телеграмма, которую она подробно записала, там 40 слов «люблю», «целую», «моя дорогая». И после этого мама ей начинает писать. И она пишет ей каждый день. У нас хранится в архиве 300 с лишним писем, написанных на французском, мамой Ефросине Антоновне. Они рукописные. И там как раз Ефросине Антоновне делает, чтобы отправить маме своё самое знаменитое фото. Да. Вот эта фотография, это в 1957 году. Она идёт в ателье, сделанное здесь, в Сентуках. То есть она себе укладывает волосы. И Александра Алексеевна ей написала «Фросинька, ты поправилась». Потом Ефросине целый год добивается разрешения на встречу с матерью. В следующий отпуск, в 1958-м, они наконец увидятся в Одессе. Единым духом сбежала я на третий этаж. Слыш, звонок — вот она, в дверях столовой. Старенькая, оседенькая, с беспомощно разведёнными руками, и с такими знакомыми, сияющими от счастья и радости, любящими, бесконечно ласковыми, совсем молодыми глазами. Наверное, есть слова, чтобы описать, как произошла наша встреча, но у меня этих слов нет. Мы были счастливы, просто счастливы. Очень. До боли. Судя по тому, что все про неё рассказывают, годы, проведённые вместе с матерью в конце жизни её мамы, были одними из самых счастливых для неё. Да, она описывает наш «Медовый месяц». А это она называет «Медовый месяц». Да, она называет «Медовый месяц». У них есть замечательный, где, когда они наконец-то вместе, они едут вместе путешествовать. И они едут в Абхазию, они едут на море. И у неё это и есть наш «Медовый месяц», они целый месяц ездят путешествовать здесь по Кавказу. Но после отпуска Ефросине приходится вернуться в Норильск. В итоге в 15-й шахте Ефросине проработала 7,5 лет, вплоть до выхода на пенсию. С неё наконец-то сняли судимость, отдали ей чистый паспорт без того самого параграфа 39. И вообще это место для неё очень много значило. Она писала, что гордится тем, что она шахтёр. Но назвать это время совсем безоблачным нельзя, потому что вездесущие органы снова не давали ей покоя. Уже в 60-м году её вызывают в портком шахты, где лейтенант КГБ предъявляет ей обвинения в неуважительном отношении к начальству шахты и клеветнических высказываниях о Хрущёве. Ефросине опять будут судить. Теперь товарищеским судом. Кирсновскую могли лишить льготной пенсии, что было бы очень серьёзным последствием. Но в итоге всё обошлось. Её поддержали коллеги, рабочие шахты и даже некоторые партийные. Она уходит из шахты в 1960 году и выходит на пенсию. Кирсновская навсегда покидает Норильск и переезжает сюда, в свои любимые Есентуки. Денег, которые она откладывала работой уже вольнонаёмной на шахте, хватает на то, чтобы купить половину саманного домика. Саманного, то есть из песка и глины. И сюда же Ефросине удается перевезти из Румынии свою маму. Тогда это целая огромная история, потому что, несмотря на то, что Румыния – социалистическая страна, всё равно железный занавес, и так просто человека оттуда выписать сюда никак невозможно. Сейчас в доме, где они жили, где провели, наверное, самые счастливые годы своей жизни – небольшой частный музей Кирсновской. Здесь по забору разместили репродукции её картин. Что интересно, нам здесь сказали, что многие из тех, кто, увидев эти репродукции, заходят и спрашивают, и интересуются Кирсновской, на самом деле про неё уже знают. У неё был сад, и с того момента, когда мы восемь лет назад решили, что мы будем возрождать здесь такой музей, дом-музей, имея по этому поводу идея. Естественно, здесь сохраняются те насаждения, та структура сада, которая, я помню, здесь была. И мы его, как художники, тут модернизируем. А правда, что она выставляла корзину с фруктами на улицу и бесплатно раздала? Да, это правда, и это тоже одна из традиций вот этих наших вечеров. То есть мы берём ящики, где бы у нас вечера не проходили, у нас есть такая надпись «Яблоки и фросни». Она выставляла ящики и просила «берите даром». И как, интересно, люди относились к этому? Ну, она считала здесь такой местной сумасшедшей. Ну, может быть, и считали чудаковатой. Но чудачество её проявлялось в том, что она всё время что-то сажала, за чем-то ухаживала. Вот от угла и до угла деревца вот эти тогда были только посажены. Между ними росли кусты. И она там цветы сажала, какие-то кусты сажала. Скажите, вы знали, что она была 10 лет в ГУЛАГе? Нет. Она не рассказывала про это? Вот муж мой любил с ней об этом поговорить. О старой дореволюционной жизни у нас даже, когда он увидел, в магазине продавалась книга её брата, Антона Керстновского, о войне, о чём-то таком. То, что мне вот не интересно. Вот моему мужу она не могла в лицо сказать, что он невоспитанный товарищ. Он был спортсмен, преподаватель физкультуры, такой всесторонне развитый человек. Но он мог к даме прийти в трусах и честь разговаривать о высоких материях. А ей это не нравилось? Это её смущало, это её возмущало. Но ему она ничего не говорила, она моей маме высказывала, что у неё такой невоспитанный зять. Мама вот говорила, что у неё тут был водопровод действующий тогда. И она ведро поставила там, воды набирать. Утром встала ни тюльпана, ни ведра. Вот кто-то залез, всё это выдрал, погрузил. А Антона даже ложилась спать у порога с ружьём, заряженным солью, чтобы… У неё было ружьё? Да, у неё было ружьё. Ничего себе. На этой кровати она спала, она укрывалась целлофановым пакетом и сверх шубу. И вот после смерти мамы она в течение того времени, что она пишет свою книгу, она дома не живёт. Я её не спрашивала, почему, но я предполагаю, что, может быть, вот это пространство, это же был целый проект, она же написала огромный текст, огромное количество картинок за очень небольшой срок. Как бы для мамы, с которой она ведёт заочный разговор, моя все время умерла? Она рассказывала, что мама её всё время спрашивала «Фросенька, ты же такой замечательный человек, у тебя же, наверное, всё было очень хорошо. И она ей всё время говорила, что у тебя всё было хорошо". Она ей не рассказывала? Нет, она ей не рассказывала. Она ей при жизни не рассказывала? Она ей не рассказывала при жизни. Ах, вот откуда эта книга, у меня теперь только сложилось в голове. А как вы это объясните, это был для неё слишком травматичный опыт или она не хотела маму расстраивать? Я думаю, что она не хотела маму расстраивать. Мама, ты просила меня записать хотя бы в общих чертах историю тех лет, ужасных, грустных лет моих университетов. Нет, дорогая моя, ты всей этой грустной истории не узнала. Вся моя жизнь в те годы была цепью таких безобразных и нелепых событий, которые не умещаются в разуме нормального человека и не доходят до чувств того, кто этого не пережил. И лишь когда Александра Кирсновская умирает в 64-м, Ефросинья записывает свои воспоминания и богато иллюстрирует их. Так появляются ее альбомы с рисунками. На их публикацию она, конечно же, не рассчитывает. Идея о том, что здесь будет именно музей в том виде, как музей, у меня родилась как раз, когда у меня дочка родилась. 12 лет назад? Да. А дочку вы назвали Ефросиней? Да. В честь Ефросинья Антоновны. Ну, это для меня была давно такая идея, что если у меня будет ребенок, то она будет в честь нее названа. Понятно. И именно дочкой родилась. Да. Интересно. То есть и вы просто на средства семьи делаете этот музей? Да. Никакой ни гос, ни муниципальной поддержки, ничего нет? Нет. И вообще все, что связано с наследием Ефросиньи Антоновны, с ее книгой, с ее популяризацией, это такая семейная история. Эфросинь Антоновна, в общем, тоже искала молодежь какую-то, которая могла бы, наверное, потом продолжить это дело. Хотя прямые разговоры насчет того, как хочет ли она, чтобы опубликовали, она говорила, нет, это никому не интересно, и никто не поверит. Это ее ответы были. И мы поехали с Дарьей туда, вот тогда я впервые с ней познакомилась, с Ефросиньей. Я как раз закончила восьмой класс. Я приехала сюда, и после этого так сложилось, что Ефросинь Антоновна стала жить в нашей семье, или мы в ее, мне уже сложно сказать. Мы хотели ее перевезти в Москву, ну, если говорить с точки зрения комфорта. Но Ефросинь Антоновна сказала, что старое дерево не пересаживают, оно сразу погибнет. Поэтому, говорит, пока я могу тут на земле своими ногами стоять, я буду жить здесь. Я переехала сюда и жила здесь до ее смерти, до 1994 года. Простите, этот вопрос, а вы школу ради этого бросили? Или вы не собирались в девятый класс? Нет, я закончила его потом. Я закончила только восемь, а потом девятый-десятый сдала экстерном. Это было связано с тем, что вы ухаживали за Ефросинь Антоновна? Да. То есть это для вас было настолько важно, что вы даже не стали… Ну, это, ну, как сказать, это не является каким-то, не знаю, не экстердородинарным событием, ничего такого в этом нету особенного. Ну, ого-го, как сказать. Нет, нет. На меня первое впечатление произвела ее книга. Потому что, значит, это были тетради, и первая мысль была, как их сохранить. В каком виде они были? Это была рукопись. Это было 12 тетрадей. Есть вот эти тетради, клеенчат, которые она, когда не хватало, еще туда вклеивала еще листы. Вот, она сделала второй вариант, который мы называем альбом, где та же самая тема представлена на каждой странице рисунок и подпись. А подпись сделана печатными буквами. То есть это больше, как комикс, говоря современным языком? Ну, да. Хикус считал ее великим человеком комикса. Хикус – это такой, ну, он умер уже, такой лидер в комиксах российский. Когда вы поняли, что это надо издавать, вы руководствовались какими мотивами? Что это нужно для там издаты, для сам издаты, еще же была Советская Русь? Нет, я просто считал, что люди должны это знать. Потому что мой взгляд такой. Ведь очень мало… Всего-то 300 есть таких значимых воспоминаний у ГУЛАГи. – 300? – Всего 300, да, считается. В 1990-м фрагмент воспоминаний Ефросиньи и некоторые из ее рисунков впервые публикуются в журнале «Огонек». Тут надо объяснить, что такое «Огонек» в тот момент. Это, нет же еще Интернета, как Телеграм, и Ютуб, и ВКонтакте одновременно. Это главная соцсеть эпохи. Соцсеть, потому что люди, подписанные на «Огонек», а таких в пике больше четырех миллионов, невообразимый тираж, они как бы создают единую сеть людей, думающих одинаково. О чём они думают? Они думают о том, как многого они не знали, потому что это перестройка, а с перестройкой пришла гласность, свобода слова. И как раз «Огонек» из тех изданий, есть ещё «Московские новости» газета, где начинают рассказывать подробные системы о сталинских репрессиях. И для очень многих людей это совершенно искренний шок, потому что люди не представляли размер творившихся беззаконий. И многие по-другому начинают смотреть на советскую власть. И сейчас, на самом деле, есть такая твёрдая точка зрения, что Советский Союз во многом разрушился не из-за горбачёвских реформ как таковых, не из-за перестройки, а именно из-за гласности, когда люди по-другому посмотрели на советскую историю, перестали окончательно верить в советскую идеологию. И вот в «Огоньке» в 90-м году – это огромный раритет, мы воспроизвели, как он выглядел, он был чуть побольше. На четырнадцатой странице публикуется «Житие Ефросиньи Керсновской». Это текст, вот фотографии, которые мы вам уже показывали, здесь на несколько разворотов, что вообще невероятно по тем временам, потому что объём материала огромный в «Огоньке», и чтобы что-то на несколько разворотов публиковали – это совершенно невероятная история. Мало того, в двух номерах подряд. Публикатором от «Огонька» выступает сотрудник литературного отдела Владимир Вигелянский. Он потом станет известным священником. Ко мне пришёл посетитель. Это был Игорь Моисеевич Чепковский, который открыл чемодан и из чемодана вынул общие такие тетради и сказал «Это воспоминания о лагерях женщины, которая пришла». Это труки написаны с малым количеством рисунков. Я говорю «Давайте, это потому что лагерь, нету ни фото, ни видео». А здесь такой наив. Цветными детскими карандашами в тетрадках в клеточку. Как что эти клеточки проглядывают сквозь этот рисунок. Вы понимаете, в чём дело разговора? Значит, всё, что вам принесли Кирсиновской, всё можно было опубликовать? Можно. Даже, казалось бы, это… То есть 90-й год – это же в общем уже свободная выявляет. Свобода. И уже в 90-м году закрыли цензуру. В «Лаганёк» – это 130 писем пришло таких восторженных, что надо издавать, что она нарубила, не надо ссыла, что нет бумаги, а настолько на лес повали деревьев там добыла и так далее. Заместитель главного редактора ко мне присылал иностранцев, которые приходили по поводу этой публикации. А серьёзно? И это были десятки людей. Как сама Кирсиновская понеслась к этой публикации? Почувствовала ли она какую-то… Для пользы дела как-то она. В копилку в том смысле, что это хорошо для того, чтобы это всё издать. То есть у неё личной тяги к славе не было в этом смысле? Нет, она не по этой части. Небольшое пояснение. Я к стыду своему про Кирсновскую до этого года вообще не слышал. Такой у меня пробел в знаниях. Мне Дмитрий Муратов в начале года подарил книжку одной из изданий, где рисунки Кирсновской. Я посмотрел и думаю, как же я прошёл мимо такой истории. Почему я такой безграмотный человек, ничего про это не знал? А вы когда узнали про Кирсновскую? Я просто намного старше, Лёш. И в «Огоньке» было опубликовано несколько её рисунков. А потом собиратель её творчества Игорь Чепковский дал нам разрешение на переиздание, и мы издали этот двухтомник. Потому что, мне кажется, Кирсновская не просто актуальна, а она прямо с сегодняшнего дня. И это очень современно нарисовано. В общем, это первый лагерный комикс. А поскольку у нас сейчас познание нового поколения идёт через экранизацию комиксов, то теперь таким образом визуализирован ГУЛАГ, и таким образом подвергнутый, мне кажется, и подвергает серьёзным сомнениям вся ностальгия по поводу той эпохи. Вот важный вопрос, с которым я столкнулся, когда уже мы начали снимать этот выпуск. Можем ли мы относиться к тому, что мы видим и читаемый Кирсновской, как к документу? Или это всё-таки художественное произведение? Вот смотрите. Однажды, когда уголовники уже совсем затоптали достаточно пожилого человека, за него вступилась Кирсновская, успела его отбить у уголовников. У неё была шахтёрская крепкая рука, хотя она дворянка, но до этого уже поработала в самых страшных условиях и жутких лагерях. И она отбила Николая Михайловича Федоровского. Николай Михайлович Федоровский затем стал легендарной личностью. И Федоровский нашёл её и написал ей благодарственное письмо о спасении. То есть сам человек, участник этого события, это подтверждает. Вторая вещь, когда на неё написал, если не ошибаюсь, Хорин, 112 доносов, чтобы с ней в зоне поселения окончательно расправились. Хохрин. Хохрин, да, Хохрин. Эти доносы найдены. То есть мы можем, если современный термин употреблять, говорить о том, насколько возможно представить себе факт-чек того, что она рисует и описывает, её свидетельство проходит. Она проходит любой факт-чекинг. Учитывая то количество совпадений и точностей, которые указаны в этой книге, ну, по крайней мере, берём на релак, то я склонна оценивать это как свидетельство. Я понимаю, что, наверное, сложновато воспроизвести какие-то точные реплики, но я также допускаю, что у разных людей разная память. То есть это человек, который с хорошей памятью, и надо сказать, что потом по её книге же исследования, фамилия, то есть поразительная память, воспоминания. А тем более её рисунок… Да, вы имеете в виду, что она запомнила все имена и фамилии, с кем она общалась? Многие, да. Ни одна сотня этих имён. И всё подтверждается, да? Всё это реальные люди, да. Она обвиняла Сталина в том, что случилось с ней, с её семьёй? У неё вообще нет формы прямого обвинения. То есть она, мне кажется, выступает как свидетели. Я вообще не помню в её книжке вот это «Я считаю, что ты виноват» или «Кто-то». У неё этого нет. Она такой государственной, конечно, была. Вот хорошо и Фроссия Антоновна, что Молдавия отделялась. «Лучше быть лапой тигра, чем головой овцы». Вот её ответ. Интересно. Казалось бы, её биография должна быть про то, что она должна была бы приветствовать расплату этой страны. По поводу Советского Союза у нас были очень бурные споры. Потому что я считала, что наступает новое время, сейчас вообще всё будет, просто начнётся какой-то рай, свобода. И мы по этому поводу с ней страшно спорили. Она что говорила? Она мне говорила, «Даш, такие вещи, они не выходят никогда, они по щелчку пальцев не заканчиваются. Вот эта коммунистическая отрыжка или все искажения, которые происходили, они десятки лет будут происходить. Мало этого, возможно, повороты возврата к прежнему». Я говорила, что она ничего неправильного не понимает, что это всё будет не так. Но вот сейчас, когда много лет прошло, я понимаю, что она была права. А вы с ней обсуждали Шаламову и Солженицына? Да, обсуждали. Что она думала про них? Ну, во-первых, мы его читали очень много. Она не совсем… И мы читали ещё переписку, которая была у Шаламова и Солженицына. Она была не согласна… Ей очень нравился Шаламов как писатель, но она была не согласна с его оценкой. Его главный вывод, что невозможно сохраниться человеком в этой сессии. И она в этом смысле говорит, я считаю, что я имею право с ним спорить. То есть она была не согласна с его оценкой, что нельзя сохраниться. То есть Солженицын должен был ей быть ближе? Он ей был ближе, потому что ей вообще была близка историческая литература и всё то, что сохраняло максимально память о ком-то. Для неё это всегда было очень… Она же хранила огромное количество информации. Для неё люди, которые выступали каталогизаторами и людьми, сохраняющие память о других, они представляли очень большую ценность. То есть это была, безусловно, правда, о чём писал Шаламов, но мировосприятие было иное, чем у Керстновского. Он не победил лагерь, лагерь победил его. А она лагерь победила, она Сталина победила. Когда я прочёл её произведение, я почему так вдохновился этим? Я понял, что я хотел узнать не только то, что такое он, а можно ли его победить. Она сказала, да. Вот она победитель ГУЛАГа. Нет, но она удивила систему. Система оказалась часто беспомощной перед ней, потому что система, получается, была неправа. Система, ну как бы, ну, ломалась на ней система. Знаете, это пример того, что человек, систему победить очень сложно, но сопротивляться этой системе можно и нужно. То, что и делала Евразия Анатольевна Скин, и, собственно, она своей судьбой говорит, что систему в данном конкретном случае она лично победила, то есть она осталась жива. Но вот, думаю я, может быть, это на самом деле ошибка выжившего, и её пример как раз это уникальнейшее исключение, и главное, что она просто, главное удивительное в её жизни, что она выжила, и она одна такая. И это как раз говорит о том, что исключение подтверждает правило, и невозможно победить такую машину. Я думаю о том, что всё-таки возможно, потому что, ну, когда существует прецедент какой-то, ты всё равно, опираясь на него, можешь преодолеть значительно много вещей. То есть всё-таки для меня пример Евразии Антоновны – это то, что можно преодолеть. И для многих людей, с которыми я общалась, которые там пишут, находясь в тяжёлом критическом состоянии, я прочитал книгу Евразии Антоновны, и я поняла, что да, вот можно, да, вот можно выжить, можно за это уцепиться или за это уцепиться. То есть оно не вопреки, как литературный образ существует, а вот именно как реальный такой спасательный круг, который куда-то вытащили. То есть всё-таки это светлый вывод в конечном итоге? Да, да, безусловно. Всё, что осталось у меня – родная могила и память о пережитом. Клянусь, что всё здесь описанная правда и только правда. Может быть лучше, чтобы всё это было забыто, ведь тот, кто этого не пережил, не поверит, не может поверить. А много ли осталось тех, кто пережил эти годы, кто прошёл по подобному крестному пути? Исчезнут последние свидетели. Может быть так и лучше? Нет, не лучше. Всё может повториться. И лучше видеть опасность, чем идти с завязанными глазами. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Я, если честно, так до конца для себя и не решил, доказывает ли случай Ефросиньи Керсновской, что один человек в силах победить систему. Да, соблазнительно так думать. Но с другой стороны, быть может, это тот самый случай исключения, который подтверждает правило. Ну а правило в том, что победить систему в одиночку невозможно. Может быть и так. Предоставляю вам об этом судить. Я знаете, о чём ещё подумал, когда изучал альбомы Керсновской, когда снимал этот выпуск? В современном мире, а середина 20 века – это уже современный нам мир, ничего невозможно скрыть. Даже в самой бесчеловечной системе, настроенной в том числе на сокрытие содеянного, всё равно найдётся какой-то случай исключения, благодаря которому все всё увидят и все всё узнают. И в этом своём качестве фиксирующего, запоминающего ничего, не забывающего свидетеля Керсновская парадоксальным образом предвосхищает и интернет, и социальные сети. Мне кажется, довольно поучительная история получается. Это «Редакция». Комменты и лайки туда, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова